В окно смотрю, одни деревья. И это очень здорово. Лес в городе – это всю моя жизнь, которая прожила здесь. Это всегда был только плюс. Богатство нашего Димитровграда – это наш лес и наша природа. Город в лесу или лес в городе – эта фраза чаще всего звучала в ответ на один простой вопрос. Что самое ценное в Димитровграде? Сосны, липы, березы, дубы, сирень. В Димитровграде практически нет таких зданий, которые бы не были окружены зеленью. В нем много разных ярких цветов. Вторым по популярности стал вариант «Люди». Тот самый элемент единого организма под названием «Город», без которого Димитровград просто не сможет жить, дышать, развиваться. Люди науки, люди труда, люди творческих профессий, представители национально-культурных автономий, с которыми мы, если нужно, встаем, идем и делаем общее дело. И это не только проведение мероприятий, но и, например, помощь нашим ребятам, которые выполняют свой долг в СВО. Наш город – это город талантливых людей, интеллектуально одаренных, очень позитивных во многом. С каждым из них есть о чем поговорить, найти общие ценности, общие моменты жизненные и раскрыть для себя какие-то новые перспективы развития. Также в сундуке ценностей самого атомного города Ульяновской области оказались и другие, более материальные ценности. Точнее, здания, без которых и современные жители, и старожилы не могут себе представить Димитровград. Каково же было наше удивление, когда в один ряд с историческим и культурным наследием горожане поставили то, что появилось в годы становления атомной отрасли. Восемь лет родители отдали меня в секцию по плаванию. На протяжении десяти лет я каждый день приезжала во дворец спорта «Дельфин» на занятия, как многие мои одноклассники и друзья. В моем детстве это был почти единственный значимый спортивный объект, который объединял в себя многие виды спорта в нашем городе. Наше здание НКЦ. Оно просто огромное, масштабное. Когда мы в школе учились, мы всегда, это было место притяжения молодежи, мы всегда там то на скейпордах катались, то просто гуляли, прогулялись. Это всегда было такое хорошее, теплое место. Когда вернулась сюда, первая большая причина – это дом. Это все-таки дом, где есть родители, где тепло, где есть куча скамейк, с которыми связаны какие-то воспоминания. Валерия Антонова – предприниматель. Молодая мама в декрете и один из ярчайших примеров того, что открывать свое дело можно не только в больших городах России. Многогранность и разнообразие выбора, реализация своих способностей и желаний – еще одна ценность в сундуке атомного города Ульяновской области. Мне кажется, только в Димитровграде. Придя после работы, можно выйти на улицу, попасть на футбол, в театр, прогуляться по лесу, послушать птиц. Я здесь родился, я здесь живу, у меня здесь своя семья, и продолжаю здесь жить, здесь очень классно.